Уважаемые слушатели, к вашему вниманию будет представлен модуль третий, это прикорм, лектор, ассистент кафедры персонализированной медицины Фаизова Раида Литусовна. Основными задачами третьего модуля являются следующие. Первое. Понимать значение здоровья, значение прикорма для здоровья и развития ребенка. Второе. Знать шесть основных принципов правильного прикорма. Третье. Научиться выявлять проблемы прикорма у детей первых трех лет жизни и проводить консультирование родителей. И четвертое. Знать технологию приготовления прикорма. Итак, определение. Прикорм – это пища, которая вводится в рацион питания ребенка с шести месяцев дополнительно к грудному скармливанию. Это принципиально другая пища, которая отличается от грудного молока. Не путайте с понятием «докорм», потому что «докорм» – это когда ребенок дополнительно к грудному молоку получает какие-либо заменители грудного молока. Итак, на этом слайде вы можете увидеть кратность приема прикорма. Эти данные взяты из буклета схем по ИВБДВ. Как вы уже видите, в возрасте от шести до двенадцати месяцев ребенок получает три основных приема пищи в день, если он находится на грудном скармливании. Если ребенок находится на искусственном скармливании, то кратность приемов пищи составляет пять раз в день. Когда ребенку исполняется уже двенадцать месяцев и первые два года жизни, он получает три основных приема пищи и два питательных перекуса. Дети в возрастной группе от двух лет и старше получают также три основных приема пищи и два питательных перекуса. Необходимо отметить, что в качестве перекуса мама мог отдавать своим детям следующий продукт. Это может быть биолапт с молочной кухней, блинчик, фаршированный, например, с творогом или же с мясом, с овощным пюре. Это может быть духовой пирожок. Печенье в качестве перекусов не лучший вариант, так как печенье содержит углеводы, растительные жиры, может содержать также консерванты и красители. Когда вы будете проводить консультирование мамы по принципу прикорма, необходимо определять, какой объем пищи мама дает ребенку за одно кормление. Потому что это один из основных принципов правильного прикорма. Если даже мама соблюдает разнообразие, густоту прикорма, но при этом объем прикорма недостаточный, это означает, что ребенок находится в группе рисков по недостаточной прибавке массы тела и длины тела. Поэтому, когда вы спрашиваете у мамы, какой объем пищи она вам дает, необходимо, чтобы мама показала, из какой посуды она кормит ребенка. И обратите внимание, что ребенок в возрасте от 6 до 7 месяцев получается 150 мл. Если маме удобнее, то она может вам сказать, сколько столовых ложек она дает за одно кормление. Итак, 150 мл равняется 10 столовым ложкам. В возрасте от 8 до 10 месяцев объем одного кормления составляет 180 мл, что соответствует неполному стакану. Это 12 столовых ложек. Ребенок в возрасте от 11 до 12 месяцев получает уже 225 мл. Это составляет 15 столовых ложек. В возрасте от 1 до 2 лет объем одного кормления составляет уже 300 мл, что равноценно 1,5 стакана и означает 20 столовых ложек. Ребенок в возрастной группе от 2 до 3 лет получает уже 350 мл на одно кормление, что соответствует двум практически полным стаканам или 22-23 столовых ложки. Если ребенок не получает грудное молоко, а получает заменитель грудного молока, то тогда объем пищи на одно кормление несколько отличается. В возрасте от 8 до 12 месяцев он получает 225 мл, что соответствует 15 столовых ложкам. И в возрасте от 1 до 2 лет ребенок получает примерно 250-300 мл, что соответствует 16-20 столовых ложкам. Когда вы спрашиваете маму о густоте при корме, вы можете продемонстрировать вот эту фотографию, которая находится у вас в буклетах схем по программе ИВВДВ. Густота при корме означает, что ложка, погруженная, например, в кашу, она должна медленно тонуть. И пюре или каша должны медленно стекать с ложки. В этом отношении считается неэффективным давать, например, ребенку суп, потому что это не густой при корме. Естественно, совершенно недопустимо давать кашу ребенку через бутылочку. И самое оптимальное, когда ребенок получает кормление с тарелки и кормится с ложки. Продукты, которые мы можем порекомендовать маму в качестве прикорма. Это поставщики животного белка, может быть постная говядина, рыба, а также субпродукты. В качестве субпродуктов мы можем порекомендовать говяжью печень, овощи и фрукты, особенно те овощи и фрукты, которые богаты витамина А. К ним относятся все овощи и фрукты темно-зеленого и оранжево-желто-зеленого цвета. Например, все виды капусты, это может быть морковь, кабачок, тыква, фрукты, в частности яблоки, желательно желтого и зеленого цвета, которые не вызывают риск аллергических реакций. В качестве бобовых мы можем порекомендовать, кроме всем нам широко известного гороха и фасоли, также мамы могут использовать маш, нут и также другие бобовые, в частности чечевицу. Обратите внимание, на этом слайде, на картинке показано, что разнообразие прикорма означает, что каждый раз основное блюдо должно содержать не менее трех ингредиентов. То есть это могут быть источники как растительного, так и животного белка, то есть бобовые или мяса, любая крупа, а также овощи или фрукты. Или же мама может добавлять и овощи, и фрукты. То есть все это зависит от индивидуальных вкусовых предпочтений малыша. Итак, приготовление прикорма. Когда речь идет о приготовлении бобовых, то многие мамы опасаются, что добавление бобовых в прикорм может вызвать такие неприятные явления, как усиление перистальтики и метеоризма. Этих явлений можно избежать, если предварительно бобовые замочить на ночь. Затем хорошо отварить до готовности и протереть через жесткое сито. Вещества, которые способны вызывать усиление перистальтики и метеоризм, находятся в оболочке бобовых и они остаются на жутком сети. Поэтому ребенок получает полноценное пюре. В качестве круп, крупы, которые считаются низкоаллергенными и не содержащими глютена. Это гречка, рис и кукуруза. Их также рекомендуется хорошо проварить в воде до готовности. Протереть через жесткое сито и затем довести до готовности с добавлением молока. После 8-9 месяцев в основное блюдо вы также можете добавить 1-2 чайную ложку грецких орехов. Грецкие орехи даются только в виде пасты. То есть их необходимо предварительно просушить. Затем при помощи оскалки через чистую мягкую ткань, например, через марминь, вы измельчаете до состояния пасты. И затем вы можете добавлять в основное блюдо. Затем, как мама может приготовить мясо. Во-первых, необходимо использовать постное или нежирное мясо говядину. Можно использовать мясо птицы, например, куриной грудки, освобожденной от шкурки. Мясо хорошо проваривается. Затем дважды пропускается через мясорубку. Или хорошо измельчается через блендер. Затем смешивается с тем бульоном, в котором варилось мясо, до получения такого мягкого, нежного пюре. Яйца можно добавлять сваренными вкрутую. Причем, если у ребенка не отягощенный аллергический фон, нет атопического дерматита, мы можем использовать в равной степени как белок, так и желток. Овощи и фрукты можно использовать в размятом виде. Предпочтение следует отдавать овощам и фруктам местного производства. Также вы можете использовать свежеприготовленные соки. Для приготовления прикорма мамы могут использовать пищу семейного стола. Например, в бульоне, в котором варится соль для всей семьи, мама также может отварить овощи, мясо. Но при этом необходимо соблюдать важную рекомендацию. Ни соль, ни сахар не добавляются до того момента, пока варятся овощи и мясо для ребенка. Не рекомендуется использовать какие-либо специи, а также соль или сахар детям младше 3 лет. Также необходимо информировать и консультировать мам о недопустимости приема чая детьми младше 3 лет. Мы уже знаем, что чай содержит в себе тонин, который связывает соль и железо и выводит из кишечника, тем самым способствуя развитию анемии. Анемия, в свою очередь, может приводить к гипоксии головного мозга и оказывать серьезное влияние на темпы психомоторного развития, а также быть фактором риска по более частой заболеваемости ребенка инфекционными болезнями. Обратите внимание, на этом слайде представлена частота грудного кормления при введении прикорма. Дети от 6 до 12 месяцев получают грудное кормление по требованию, то есть так часто, как ребенок этого хочет. Причем рекомендуется кормить ребенка грудью как днем, так и ночью. Частота кормления должна быть не менее, чем 6 раз в течение суток. Когда ребенку уже исполняется год, и если грудное кормление продолжается до 2 лет, то мы рекомендуем мамам продолжать грудное кормление в дополнение к прикорму, который рекомендован в данном возрасте. И естественно количество пищи, которое зависит от возраста ребенка. Прикорм рекомендуется давать ребенку, особенно тем детям, которые находятся в периоде адаптации к прикорму, до того, как ребенок получит грудное молоко. Также нам необходимо помнить, что существует такое понятие, как транзиторный период. Транзиторный период, который длится в течение месяца, это тот период, когда ребенок впервые пробует разные виды пищевых веществ. В течение этого времени необходимо следовать следующим принципам. Прикорм вводится постепенно. То есть начинают с чайной ложки и постепенно увеличивают объем, корректируясь на ребенка. Рекомендуется тот день, когда вы ребенку первый раз даете какой-либо вид прикорма, в течение дня несколько раз пробовать предлагать чайную ложку. Это может быть каша, это может быть овощное пюре. И когда ребенок уже у вас попробует эту чайную ложку, это означает, что на следующий день вы можете добавить еще одну чайную ложку. Когда ребенок только начинает получать прикорм, пища должна быть однородная, умеренная густота, то есть без крупинок. Можно измельчать, либо протирая через жесткое сито, либо если в семье есть блендер, то можно использовать блендер. Главное, чтобы пища была хорошо измельчена, однородная, без крупинок, однокомпонентная пища и приготовленная из тех пищевых продуктов, которые типичны для данной местности. Рекомендуется предлагать ребенку прикорм до кормления грудью. Прикорм начинают вводить с круп, как мы уже с вами обсуждали, крупы это рисовая, гречневая, укурузная, овощи и фрукты богаты витамином А, и период ввода новых продуктов не должен быть расставлен. То есть это означает, если вы дали попробовать ребенку, например, рисовую кашу или овощное пюре, и на 4-5 день, когда объем прикорма составляет уже несколько чайных ложек, и при этом у ребенка не отмечается каких-либо аллергических реакций, вы можете уже вводить новый вид прикорма. То есть рисовую кашу смешивать с любым овощным пюре, и точно так же, начиная с одной чайной ложки, вы постепенно доводите до нескольких чайных ложек, и потом уже добавляете третий прикорм. По мере роста ребенка необходимо избегать дачи ребенку только пищи гомогенной, однородной, без комочков, так как это облегчает перевод ребенка на 7-100 к концу 12-го месяца. Обратите внимание, что в возрасте 6 месяцев ребенок получает растертое пюре, затем в период от 6 до 8 месяцев, желательно, чтобы пища не была уже такая однородная, а содержала какие-то маленькие крупинки, то есть помимо блендера или протирания через жесткое сито, вы можете также измельчать при помощи вилки. Затем, начиная с 8 месяцев, хорошо проваренные пищевые продукты могут измельчаться при помощи вилки, то есть это уже не однородная пища, она содержит в себе большие крупинки, и начиная уже с 9 месяцев вы можете пользоваться как вилкой, так и измельчать на мелкие кубики. И вот такой постепенный переход на неоднородную пищу, разнообразную, многокомпонентную, значительно облегчит перевод ребенка на семейный стол. В отношении мяса необходимо сказать, что мясо сначала вводится в виде пюре и далее в размолотом виде, то есть дважды пропускается через мясорубку, затем смешивается в пюре и доводится до состояния пюре. Начиная уже с 9 месяцев, желательно давать мясо, порезанное на мелкие кусочки. Также маму нужно довести то сведение, что коровье молоко до 9 месяцев не рекомендуется давать в цельном виде. Оно может быть использовано при приготовлении каши, при этом соотношение воды и молока должно составлять один к одному, если мама предпочитает сама делать домашние каши. Когда необходимо вводить прикорм? Когда ребенок находится в транзиторном периоде и только начинает получать прикорм, необходимо соблюдать следующие принципы. Мама предлагает ребенку новый вид пищи, когда ребенок более активный, он находится в положительном эмоциональном тонусе, он голоден, испытывает действительно интерес к еде, и желательно, чтобы мама предлагала ребенку новую пищу в одно и то же время. И опять-таки, акцентирую внимание, не после, а до коровления грудью. И разумеется, прикорм будет в то время, когда мама в состоянии уделить больше времени прикорм. Маме необходимо быть доброжелательной и терпеливой. И в тот момент, когда она предлагает ребенку новый вид питания, ей необходимо заниматься только ребенком и отложить на время все домашние дела. В противном случае не получится активного, отзывчивого кормления, и процесс кормления для ребенка будет связываться с отрицательными эмоциями. И желательно давать новые виды питания в одно и то же время, то есть установить определенный ежедневный режим питания. Активное и ответное кормление означает, что мама участвует активно в процессе кормления. То есть это не насильственное кормление, но кормление, ориентированное на сигналы со стороны ребенка. У нас с вами будет еще модуль отзывчивого кормления, и мы более подробно остановимся на этом модуле. Что является задачами активного и ответного кормления? Это означает, что мама своевременно реагирует на признаки голода ребенка и акцентирует его внимание на определенных продуктах питания. Если ребенок проявляет интерес к определенным продуктам питания, то маме желательно дать попробовать это ребенку. Во время общения, во время кормления ребенка мама активно общается с ребенком. Это время, когда мама может рассказать ребенку, чем она сейчас будет его кормить, из чего сделаны эти продукты питания. В этот момент она может читать, петь песни, рассказывать стихотворения. Безусловно, это усиливает привязанность ребенка к маме и создает условия для соностроенности родителей на ребенка. Необходимо стимулировать ребенка есть как можно больше и проявлять как можно больше любви и заботы во время кормления. Недопустимо, чтобы маленький ребенок оставался один и ему предлагали съедать самостоятельно. Так как очень сложно сконтролировать объем питания, который ребенок получит. Поэтому, когда маленький ребенок только начинает, узнавает новые продукты питания, очень важно, чтобы во время всего процесса кормления рядом с ним находилась мама и стимулировала есть его как можно больше, но при этом своевременно реагировала на признаки насыщения у ребенка и не заставляла съедать его больше. Если ребенок проявляет интерес и пытается есть самостоятельно, то необходимо стимулировать его попытки и продолжать находиться с ним рядом. Тот объем питания, который мы вам рекомендовали на каждое кормление, зависит от объема желудка маленького ребенка. Когда ребенок участвует в общем приеме пищи за столом, это учит его определенным семейным традициям. Также он обучается пользоваться столовыми приборами. И желательно, чтобы у ребенка было свое место за столом, своя посуда. Итак, повторим с вами опять 6 основных принципов прикорма. Прикорм должен быть своевременным. То есть прикорм должен начинаться с 6 месяцев жизни. Второй принцип. Прикорм должен быть достаточный по кратности. Мы с вами уже разбирали, что прикорм должен быть не менее 3 основных видов. пищи и после 12 месяцев добавляется еще 2 питательных перекуса. Третий принцип. Прикорм должен быть достаточный по объему. На этом слайде мы с вами останавливались, поэтому когда вы консультируете маму по прикорму, вам необходимо спросить, из какой посуды мама кормит ребенка, либо спросить, сколько столовых ложек мама дает ребенку во время каждого приема пищи. Четвертый принцип. Прикорм должен быть правильной густоты. То есть прикорм пища должна медленно стекать с ложки, или ложка должна медленно погружаться в пищу. Прикорм должен быть адекватный по питательной ценности. То есть он должен быть разнообразным, не менее 3 компонентов. Мама также может добавлять грецкие орехи, и для увеличения энергетической ценности прикорма рекомендуется добавлять половину, одну чайную ложку, ложки растительного или сливочного масла. И прикорм, конечно, должен быть безопасным. То есть он должен быть свежеприготовленным, должен храниться в соответствующих условиях, то есть требований к температурному режиму. И также должен быть приготовлен из продуктов, которые являются безопасными для ребенка. Кормление должно быть обязательно активным и ориентированным на ребенка. Почему необходимо рекорм вводить в свое время? Потому что в возрасте 6 месяцев ребенок становится уже физиологически развитым и зрелым, чтобы пробовать другие виды пищи. К 6 месяцам потребность ребенка в энергии, питательных веществах больше, чем может ему предоставить грудное молоко. Вот на этом слайде очень хорошо демонстрируется, что ребенок пополняет энергетические запасы за счет грудного молока только до 6 месяцев. И начиная с 6 месяцев уже становится очевидным явный дефицит энергии. И вот этот дефицит энергии ребенок может получить только за счет дополнительного питания, то есть за счет рекорма. На следующем слайде вы видите, какой риск предоставляет позднее введение приформа в плане развития анемии. Грудное молоко обеспечивает лишь очень небольшой процент железа, который может предотвратить развитие анемии. В основном железо ребенок получает за счет депо, который он получил от мамы во время беременности. Это депо полностью исчерпает себя к возрасту 6 месяцев. И начиная с 6 месяцев у ребенка, если он не получает какие-либо дополнительные виды питания, возрастает риск развития анемии. Поэтому ребенок должен обязательно для профилактики анемии получать приформа начиная с 6 месяцев. Несвоевременное введение приформа тоже имеет свои недостатки. Если мама дает приформ поздно, это может привести к отставанию в физическом развитии, то есть к недостаточной прибавке как массы тела, так и длины тела. Возрастает риск развития кишечных и респираторных инфекций за счет снижения местных факторов иммунитета. И как мы с вами уже говорили, увеличивается риск развития анемии. Слишком ранее начало приформа также имеет свои недостатки. Это приводит к тому, что у мамы снижается выработка молока, повышается риск инфицирования через пищу и воду, так как ребенок кормится не с ложки, а с бутылочки. Увеличивается риск аллергических заболеваний вследствие незрелости кишечника. Также повышается риск энергетической неполноценности рациона. Традиционно для приформа используются жидкие каши или супы, которые имеют более низкую энергетическую питательную ценность, чем рыбное молоко. Достаточность приформа по объему определяется возрастным объемом желудка ребенка. Достаточность при корме по кратности определяется потребностью в калориях и основных ингредиентах в сочетании с густотой и разнообразием пищи. При корме должен быть адекватный по густоте. То есть пища для при корме должна быть достаточно густой, опущенная ложка, не длина тонн. С этой точки зрения не рекомендуется давать ребенку бульоны и супы, так как они не обладают достаточной энергетической ценностью для ребенка. В густую пищу для при корме необходимо добавлять 1 чайную ложку растительного масла или сливочного масла или домашний сметан. Разнообразие при корме определяется тем, что ребенок должен с каждого приема пищи получать не менее 3 ингредиентов. Поэтому в при корм необходимо добавлять разные виды мяса или рыбы, различные крупы, овощи и фрукты. Также можно добавлять яйца, бобовые, хорошо очищенные, протертые орехи и молочные продукты. Безопасность пищи для при корме представляет собой соблюдение следующих гигиенических требований. При приготовлении пищи должна использоваться чистая или кипяченая вода. Естественно используются чистые руки, чистая посуда, безопасные пищевые продукты, которые не содержат следов бактериального или хронического загрязнения. Если ребенок не съел полностью тот объем пищи, который ему предлагают, до года пища не хранится и готовится только на 1 день. Если ребенок старше года, то можно хранить в условиях холодильника, но не более чем 1 день. В процессе кормления также необходимо использовать чистую посуду, обязательно помыть руки перед тем, как кормить ребенка. И не рекомендуется использовать бутылочку, а кормить ребенка только из ложки и жидкость, приводить из чашки. Почему нельзя использовать бутылочку? Так как ребенок сосет бутылочку, и естественно он начинает захватывать сосок и волососковый кружок как сосок. То есть таким образом есть риск того, что у мамы снизится уровень лактации, и сосание не будет стимулировать поступление молока. Также возрастает риск инфицирования, так как достаточно сложно хорошо промыть бутылочку. И во время кормления через бутылочку ограничивается общение, то есть наблюдается мини-эмоциональный контакт и нет активного кормления. Большое спасибо за внимание. На этом наш модуль.